Госдума рассмотрит проекты о борьбе с пропагандой экстремизма в тюрьмах. Госдума рассмотрит проекты о борьбе с пропагандой экстремизма в тюрьмах. 2 часа 54 минуты. Знак авторского права РИА Новости, Владимир Песня, сотрудник ВСИН России в тюрьме. Архивное фото. Знак авторского права РИА Новости, Владимир Песня Москва, 19 декабря РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов, направленных на предотвращение распространения экстремистской идеологии в тюрьмах, что предполагает отдельное содержание осужденных по соответствующим статьям. 15 ноября, 13 часов 49 минут смягчений 282 статьи поможет в борьбе с экстремизмом, считает эксперт ранее первый замруководителя фракции ЕР, член Комитета Госдумы по безопасности Адальбиш Хагашов сообщил РИА Новости, что депутаты Единой России планируют представить текст проекта о содержании в отдельных тюрьмах осужденных за террористические преступления. Политик пояснил, что речь идет о поправках в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, как пояснял глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашениников, проектами предлагается скорректировать нормы Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов об отбывании наказаний лиц, осужденных за преступление террористической направленности. По его словам, предлагается установить правило об отбывании части срока наказания в тюрьме в отношении осужденных за преступления террористической направленности. Изолированный тюремный режим, пояснил Крашениников, позволит минимизировать возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций. Согласно действующему законодательству, лицам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности, может быть назначено отбывание наказаний в исправительных колониях общего, строгого и особого режима, где осужденные содержатся в отрядах и могут поддерживать общение со значительным числом лиц, что сохраняет возможность распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и их вербовки в ряды террористических организаций в период отбывания наказания. 18 октября, 3 часа 29 минут, обвиняемая в экстремизме студентка из Барнаула уехала на Украину вместе с тем, в тюрьмах, в отличие от условий в исправительных колониях, лица содержатся в камерах малыми группами, изолированные от остальных осужденных. Поэтому, отмечал Крашенинников, для предотвращения развития радикальной идеологии в местах лишения свободы законопроектом предлагается включить преступления террористической направленности в перечень особо опасных преступлений, за совершение которых может быть назначено отбывание наказания в тюрьме, а в случае совершения особо тяжкого преступления установить правило об обязательном отбывании в тюрьме основной части срока наказания. Второй законопроект предлагает наделить в СИН России правом выносить решения о переводе лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма среди других осужденных, в иные исправительные учреждения того же вида. Третья законодательная инициатива связана с предложением применять в отношении осужденных за совершение отдельных особо тяжких преступлений, связанных с террористической деятельностью и бандитизмом, порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы из расчета один день за один день.